добрый день всем я рада вас приветствовать на моем канале сегодня мы снова вяжем и я вам хочу показать еще один набор петель которым я владею и которым пользуюсь пользуюсь я ими если мне не надо вязать резинку называется он набор с крещенными петлями вот ну давайте начнем сегодня я взяла спицы 3 размера прямые они не не очень длинные и мне будет ими удобно работать и так берем спицы берем ниточку отмеряем две ширины полотна как обычно плюс хвостик делаем первую петлю как обычно тут у нас ничего нового нет вот это вот у меня оставшийся хвостик висящий он у меня будет на большом пальце а нитка от клубка у меня будет на указательном пальце дальше положение нитки на указательном пальце у нас не меняется а вот большой палец у нас будет работать и так сначала мы ниточки как бы раздвигаем вот берем два пальца заводим их между нитками и раздвигаем ниточки и делаем петлю как обычно дальше второе положение мы обе нитки подхватываем снизу параллельно вот как бы у нас идут пальцы снизу подхватывается и делаем петлю на нитке которая проходит внутри ладошки дальше мы снова раздвигаем нитки и делаем петлю как мы привыкли дальше большим пальцем снизу нитку подхватываем и делаем петлю внутри ладошки на нитке которая проходит внутри ладошки так первое положение мы ниточки раздвигаем обоими пальцами и делаем петлю как обычно мы привыкли второе положение большим пальцем снизу обхватываем нитку и делаем петлю на части нитки внутри ладошки и у нас петельки получаются пап папарной с такими пережатиями смотрите чтобы пережать и у вас были равномерные ровненькие без провисаний и без перетяжек и так продолжаем сначала мы нитки раздвигаем второе положение мы большим пальцем снизу подхватываем нитку и делаем петельку внутри ладошки еще раз повторю на указательном пальце положение нет у нас не меняется остается постоянным работает большой палец сначала нитку раздвигаем а потом большим пальцем подхватываем нитку снизу внутрь вот как бы снаружи внутрь подхватываем и делаем петельку внутри ладошки заканчиваем набор обычной простой наборочной петлей которой мы привыкли набирать это будет кромочная петля вот я набрала сколько-то петель и давайте начнем вязать вторую спицу я вынимаю кромочную снимаю как обычно и я провязывать ряд буду изнаночными петлями поскольку у меня лицевой ряд там где перетяжки вот эти вот и чтобы не забить рисунок перетяжек изнаночной гладью я первый ряд сделаю изнаночными петлями с изнаночной стороны то есть лица у меня будут будет лицевая гладь и перетяжки будут более рельефными и так я довязываю ряд и вот так вот у нас получается дальше чтобы вас полотно не загибалась еще один ряд изнаночными петлями чтобы выровнять вот это тот низ кайму чтоб она у нас не закручивалась и дальше можно переходить на рисунок который вам удобен или если у вас рисунок не загибается знаете что он у вас не загибается то можно начинать рисунок сразу же вот такой вот у нас бортик по получился такой вот низ кайма кайма получается интересной декоративной и на следующей неделе я вам покажу вот этот же набор с декоративной ниткой на сегодня это все я вам желаю хорошего конца недели приятных выходных и до новых встреч